МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Якутии задержали предполагаемых живодеров. Цирк без дрессированных тигров и медведей в Украине хотят запретить использование животных в цирковых представлениях. Все о главных событиях среды. Это Настоящее время Прага. Я Кристина Суворина. Здравствуйте. Анкара и Москва договорились о масштабном перемирии в Сирии. Уже разработан российско-турецкий план по введению всеобъемлющего режима прекращения огня. Сообщает турецкое информационное агентство Анатолия. Стороны надеются, что боевые действия прекратятся уже сегодня в 12 ночи, разумеется, если все конфликтующие стороны поддержат эту инициативу. Комментируя итоги приговоров, и российские, и турецкие представители поспешили оговориться, перемирие коснется не всех. Исключения делаются в отношении террористических группировок, с которыми обе стороны намерены продолжить борьбу. О каких именно группировках идет речь не уточняется, однако известно, что и в России, и в Турции террористическими организациями признано так называемое исламское государство и связанное с аль-Каидой Джабхат Аль-Нусра. Кроме этого, Анкара традиционно борется с любыми курдскими формированиями. На этом фоне президент Турции Раджеп Таип Ардаган сделал громкое заявление. Обвинил международную коалицию под руководством США в поддержке боевиков группировки «Исламское государство». Что говорили представители международной коалиции в самом начале? Они утверждали, что намерены бороться с группировкой «Исламское государство» до конца. Раньше они обвиняли нас в поддержке ИГИЛа. Теперь куда-то исчезли. По факту, именно коалиция поддерживает террористические группировки, в том числе ИГИЛ и прочие. Это ясно. У нас есть подтвержденные доказательства, включая фотографии и видео. Голосование, которое поставило под угрозу дружбу Израиля с 12 странами. Еще пару дней назад израильский премьер распорядился о свести к минимуму контакты, в том числе и с Украиной. Но вот сегодня уже украинский МИД заявил визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль состоится в наступающем 2017 году. По крайней мере, в Министерстве иностранных дел на это надеются. Отмена ранее запланированной на эти дни поездки украинской делегации высокого ранга последовала после голосования по антиизраильской резолюции ООН. И продолжит Игорь Мовермахер. Украинское политическое руководство надеется, что дипломатический конфликт с Израилем удастся разрешить в самое ближайшее время. В Киеве также выражают уверенность, что он не повлияет на отношения двух стран в долгосрочной перспективе. В МИД Украины был приглашен посол Израиля для разъяснения ситуации. Как сказано в заявлении внешнеполитического ведомства, украинская сторона выразила разочарование по поводу излишней эмоциональной реакции отдельных израильских политиков на результаты голосования в ООН. Дипломаты договорились сделать все возможное для того, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе. Украина заинтересована в как можно большем расширении круга наших союзников. И в этом смысле Израиль, несомненно, является для нас важным партнером. Мы бы хотели, чтобы позиция Украины была услышана и понята в Израиле. Это, конечно же, не означает, что мы в любом случае будем поступаться принципами международного права, особенно в вопросах, которые касаются украинских национальных интересов. В ближайшее время, по мнению политологов, следует ожидать некоторой приостановки диалога между двумя странами. Израильские СМИ трактуют украинское голосование в ООН как не очень продуманное решение, на принятие которого повлиял Вашингтон. Для того, чтобы Украина проголосовала так, как она проголосовала, потребовался, звонок вице-президента США сегодня, это не спекуляция уже, а факт. И если Украине надо было убеждать, то тогда украинское руководство, ответственное за внешние политики в этой стране, должно задать себе вопрос, стоило ли им идти в кельваторе американской администрации, которая заканчивает свою каденцию через 20 дней. Что же касается сравнений статуса Крыма и статуса контролируемых Израилем территорий, то здесь тоже очень странно, что кто-то в Украине полагает, что это два похожих случая. Что касается оценки ситуации, каково она видится из Киева, то и в этом случае нередко говорят о внешнеполитическом факторе. Мы не могли проголосовать против резолюции, поскольку в таком случае сами создали бы прецедент. Как бы говоря, Россия по праву сильного, а не по нормам международного права, может оккупировать нашу территорию и использовать ее по своему усмотрению. Поэтому я считаю позицию израильского руководства контрпродуктивной по отношению не только к Украине, но и ко всем другим странам. Исключения составляют лишь США и Россия. Тезис о том, что Украина голосовала в полном соответствии с нормами международного права и собственными интересами, в Израиле восприняли с некоторым удивлением. Голосование по резолюции ООН, так возмутившее руководство Израиля, состоялось 23 декабря. Ранее США традиционно блокировали принятие подобных документов. Правительство Израиля возлагает большие надежды на новую американскую администрацию. Дональд Трамп со своей стороны неоднократно заявлял о намерении пересмотреть политический курс Вашингтона в отношении главного ближневосточного партнера США. Игорь Мувермахер, Настоящее время. Столицу Украины начали зачищать от небольших торговых павильонов и киосков. Еще недавно мы рассказывали, как этот процесс проходит в Москве. Все аналогично. Киевские чиновники утверждают, что малые архитектурные формы построены незаконно. И так же, как в Москве, пригоняют экскаваторы по ночам вместе с магазинами уничтожать и товар. Предприниматели, как могут, пытаются спасти свой бизнес, выходят на митинги и подают в суды. В конфликте разбиралась Ирина Кононенко. Мы вполне законно и легально проводим демонтаж новоустановленных незаконных объектов. Киевские городские власти сносят ночами малые архитектурные формы. Это небольшие магазинчики по всему Киеву. Только за этот год уже демонтировано около двух тысяч таких сооружений. Перед тем, как мы проводим демонтаж, всегда сотрудники нашего предприятия выдают предписания, в которых они указывают, что просим в течение трех дней предоставить разрешительную документацию на размещение вашего мафа, либо демонтировать эту конструкцию самостоятельно в случае отсутствия разрешительной документации. Если в течение трех дней ни одно, ни второе действие не было проведено, тогда департамент городского благоустройства подписывает доручие на демонтаж. И мы его исполняем. Людмила торгует здесь уже более 15 лет. Этот маф кормит всю ее семью. Говорят, никаких предупреждений не получали. Мой киоск просто снесли вместе с товаром на том месте руины. А товара у меня было на 7 тысяч долларов. Ничего не осталось. И кто за это ответит? Если даже мы тут и мешаем, то вызовите нас на переговоры. Не таким же варварским способом уничтожать предпринимателей. Постоянно говорят, что мы не платим налоги. Значит, мы платим порядка до 30 тысяч в месяц. Правильно? Я не ошибаюсь. Налог на землю. Полностью оформлены все патенты. Нам говорят, что мы торгуем там барыги. Чтобы доказать свое право на торговлю, предприниматели обратились в суд. Показывают нам все документы. Говорят, право на аренду этих мафов и землю уже давно доказали. Согласно постановлению суда, действия государства незаконны. Запретить коммунальному предприятию благоустройство, департаменту по благоустройству и каким-либо другим лицам демонтировать, изымать, перемещать торговые ряды в собственности союза предпринимателей ЖОВТНЕВА. И получается, что ни для кого это не аргумент. В Киев благоустройстве нас заверили, что еще в планах снести полторы тысячи мафов. У Игоря с Денисом магазин пока цел. Но это вопрос времени, говорят чиновники. Вот такой маленький бизнес, это минимум 5 людей годует, да? Вот такой вот маленький бизнес кормит как минимум 5 семей. Нас, собственников, двое, два продавца. Если будут сносить этот бизнес, то 5 семей останутся просто на улице. Мы же платим аренду, а те деньги тоже кого-то кормят. Это только так кажется, что мы капля в море. Но сколько таких, как мы по всему Киеву? Юристы утверждают, что бороться с такими действиями представителей власти можно только через суд. И если восстановить испорченное имущество нельзя, то добиться возмещения убытков реально. Смотрите, как они работают. Они проезжают ни днем, ни утром. Они приезжают ночью. Обычно время их работы с трех, где-то до полшестого. Решений суда у Киева в благоустройстве нет. Самая, ну, наверное, страшная вещь, которая сейчас есть, это то, что уголовных дел, которых завели, очень много. Вот по таким вот эпизодам. Пока в судах увеличивается количество исков, сами предприниматели обещают устраивать митинги под горсоветом регулярно. Ирина Кононенко, Андрей Лысак, Юрий Комаров. В настоящее время Киев. Теперь в Россию шокирующее видео, которое привело к уголовному делу. Двое мужчин за рулем Уралов жестоко расправляются с медведем. Впечатлительным лучше не смотреть. С криками «дови!» они гонятся за животными на грузовиках, а затем несколько раз его переезжают. Следователям удалось выяснить, где именно все происходило. Это Булунский район Якутии за полярным кругом. Полиция уже задержала предполагаемых живодеров. Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными, сопряженное с применением садистских методов». В ютюбе те кадры активно комментируют. Пользователи интернет возмущены происходящим в кадре. Чтобы предотвратить издевательство над животными, но уже в цирках, украинские депутаты решили полностью запретить использовать зверей в представлениях. Законопроект уже готов к рассмотрению в Верховной Раде, однако цирковые артисты протестуют. Дескать, их мнение никто не спросил, и факты жестокости опровергают. Так ли необходим Украине закон для зверей и артистов, разбиралась Юлия Горичева. Пока на арене репетируют тигриное шоу, на пороге национального цирка тоже тигры. В масках животных активисты полка «Азов». При виде цирка якобы умирают. Этой акцией призывают людей не ходить туда, где, по их мнению, животных мучат. Представитель «Азова» и нардеп Олег Петренко – автор законопроекта о запрете животных в цирках. Во-первых, транспортировка. Постоянно, ну, как можно это нелепо говорить, что при транспортировке животное в нормальных гуманных условиях пребывает. Разные партии зарегистрировали в Раде три законопроекта. Все о цирках без зверей. Как аргумент выложили в сеть видео о том, как дрессировщики обращаются с животными. Планами политиков дрессировщики откровенно возмущены. Недавно, говорят, цирк проверяла экоинспекция. И ни слова о жестоком поведении не сказали. Видео издевательств уверяют, снято не у них. Смотрите, сейчас выйдет львица, там, 200 килограмм. У меня вес 80 килограмм. Могу я обидеть 250-килограммовую машину для убийства? Вот как вы себе представляете? Защитники животных на стороне депутатов. Говорят, в Украине более 20 гастролирующих цирков. Не во всех с животными обращаются бережно. В одной из областей хозяин передвижного цирка в августе, во время очень страстной жары, просто уехал и оставил своих животных в пленках посреди поля. Факты жестокого обращения с животными должна фиксировать экологическая инспекция. Мы спросили у них, как много таких случаев и действительно ли необходим запрет. Оказывается, в Украине уже действует закон, который запрещает выступление животных в передвижных цирках. Приняли его два года назад, однако гастролеры закон не соблюдают. Инспекция может только зафиксировать такие факты и направить на рассмотрение правоохранителям. Суд должен принять решение об изъятии животного и наложении штрафа. За два года ни один цирк не наказали, ни одного животного не изъяли. Работники циркова объясняют, на самом деле закон не работает, потому что девачи двероногих артистов государству некуда. Зоопарки брать их отказываются. Они говорят просто, нам не нужно. Вот и все, ни один зоопарк не берет, потому что у них лимит животных. Значит, короче говоря, для всех этих зеленых, чтобы было ясно, наши животные цирковые, если их убрать, запретить, они подлежат только уничтожению. Вот и все, больше альтернативы нет. В странах, где животные в цирках запрещены, а таких около трех десятков, для зверей и артистов есть приюты. В Украине, кроме синевира, реабилитационного центра для медведей, нет приютов для диких животных, подтверждают в Министерстве экологии. Говорят, депутатские законопроекты нужно дорабатывать. Нужно понять, первое, что делать с животными, а второе, это потенциальные проблемы с трудоустройством тех же дрессировщиков, для которых эта работа была смыслом жизни. Юлия Горичева, Василий Дмитрий, в настоящее время, Киев. Кстати, например, в Великобритании, Австрии, Нидерландах, Бельгии, Польше, да и других европейских странах использовать животных в цирковых представлениях давно запрещено. Это настоящее время, Прага, главная тема далее. Расшифровка последней минуты переговоров пилотов разбившегося Ту-154, о чем говорили члены экипажа непосредственно перед падением. В Красноярске учительницу музыки уволили за пирсинг и ЛГБТ-пропаганду в сети, но потом снова позвали на работу. И уникальные монеты, которые уже стали раритетом, Национальный банк Латвии каждый год выпускает необычные коллекции. Ошибка пилотирования и некорректная работа закрылок могли стать причиной крушения самолета Минобороны России над Черным морем. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с анализом данных, полученных с первого черного ящика. В СМИ появилась расшифровка последней минуты переговоров пилотов. Непосредственно перед падением они якобы упоминали закрылки, которые используются при взлете и наборе высоты. Ранее очевидцы рассказывали, что самолет летел с сильно задранным носом. Что значат такие показания, мы спросили у летчика-испытателя Виктора Заболоцкого. Если самолет находится на таких тангажах и движется по пологой траектории набора, это говорит о том, что он находится не только на больших углах тангажа, но и на больших углах атаки. А это, скорее всего, второй режим. То есть второй режим, когда он характеризуется тем, что у него немножко обратное управление. Вы берете штурвал на себя, увеличиваете лобовое сопротивление, а в результате самолет не набирает высоту, а наоборот, может даже и снижаться. Поэтому, если у него выпущены закрылки, и была команда убрать закрылки, то это еще более высокое положение, потому что в гладком крыле самолет просто не удержится на такой скорости. Откуда это все пошло? Я думаю, что, скорее всего, у него даже отказ был не самой матчасти, а скорее отказ приборов был, потому что СВС, система воздушных сигналов на нем, СВС-72. Если там произошел какой-то отказ, и неправильное показание было указать при скорости, то это, возможно, пришло к тому, что он вышел на такие большие углы. Однако делать какие-либо выводы пока рано. Необходимы расшифровки двух других бортовых самописцев. В среду их подняли из воды. Анализ данных начнется в ближайшее время. Кроме того, водолазы нашли новые фрагменты самолета. Всего их полторы тысячи. И тела как минимум 15 погибших. Напомню, на борту Ту-154, летевшего в Сирию, находились 92 человека. Военные, журналисты, доктор Лиза и артисты ансамбля имени Александрова. Самолет рухнул в Черное море в воскресенье утром недалеко от аэропорта Сочи. Уволить нельзя, оставить. В Красноярске выбрали правильное место для запятой. И решили, что делать с Марией Шестопаловой, преподавательницей вокала, которую активист из Петербурга обвинял в пропаганде гомосексуализма. Кроме того, он пожаловался куда нужно на внешний вид девушки. О том, как фотографии в соцсетях едва не стоили учителю работы, и как она боролась за справедливость. Репортаж Юрия Барнюка. Меньше недели назад и мне на разборе полетов говорили, вы не созрели для того, чтобы быть педагогом. За неделю, видимо, дозрела. Учительница пения Мария Шестопалова снова самый молодой сотрудник Красноярского центра дополнительного образования номер 4. Девушке 21 год. Она носит пирсинг, а в ушах еще недавно были тоннели. Ее ученики дети от 5 до 17 лет. Неформальный подход, говорит, помогает в работе. Песни всегда учатся на ура. То есть, исподвигаются дети на эксперименты. У меня в этом году должен был быть в пятницу Новый год. Мальчик 6 лет. Мальчику должен был петь песню на двух языках. Полпесни на английском, полпесни на русском. То есть, на достаточно сложные задачи дети подписываются. И при этом не ощущают вот того, что это домашнее задание. Они это делают с удовольствием. На фото в соцсетях девушка на вечеринках, в ярких костюмах и в шумных компаниях. Статусы Марии изучил петербургский активист, скандально известный борец с пропагандой гомосексуализма Тимур Булатов. И остался недоволен. И тут она признается, что она бисексуальна, показывается. Эту информацию Булатов и поспешил передать руководителю образовательного учреждения, где преподает Мария, а заодно и в Министерство образования, городскую администрацию и детскому омбудсмену региона. Пришла работать учителем. Работая учителем, не надо преподавать гей, МДК, не надо преподавать цитаты ЛГБТ, не надо преподавать субкультуру и направление пирсинг, не надо рассказывать детям об этом пирсинге, где и как его ставить. Она мне сама об этом сказала. Насколько она умна? Если она мне об этом сказала сама, о том, что она рассказала детям, что самим это делать не надо, и она знает, куда и как надо. Девушку попросили написать заявление по собственному желанию, и только потом решили разобраться, что случилось. Оказалось, среди подписчиков Шестопаловой было не так много подростков, зато френд-лента пестрит аккаунтами их родителей. Большинство из них к виртуальному образу преподавательницы равнодушны, а одна женщина даже выступила в защиту Марии. Правда, анонимно в Красноярске не принято отстаивать права секс-меньшинств. Потому что ничего предосудительного в этих фотографиях и материалах мы не нашли. Девушка молодая, имеет право на свою личную жизнь выкладывать фотографии, те, которые она и посчитает нужным. И личная жизнь может быть у каждого человека. А дальше произошла история, практически уникальная для России. Ко мнению родителей учеников, прислушались, признали ошибку и позвали Марию обратно на работу. Девушка вспыльчивого директора простила, стороны помирились. Недоволен остался только петербуржец Тимур Булатов. Как он сам говорит, на его счету уже 64 разоблачения. Мария была юбилейным 65-м уволенным педагогом. Впрочем, стоит ли воспринимать активистов всерьез, в ЛГБТ-сообществе спорят. Якобы методы борьбы самого Булатова выходят за рамки закона. По каким-то этическим нормам и нормам общечеловеческим эти действия ужасны. То есть он раскрывает какие-то статусы и призывает школы увольнять людей, которые, в общем-то, их ориентация, их профессия, они не взаимосвязаны, не влияют друг на друга. С точки зрения закона, он пользуется информацией в открытых источниках. Другой вопрос, как он это интерпретирует. А интерпретировать, как вы знаете, можно все что угодно, как угодно. На кое-какие уступки Тимуру Мария пошла. Удалила из социальной сети фотографии с алкоголем и статусы с нецензурной лексикой. На случай, если ученики все-таки доберутся до ее странички. Сам Тимур Булатов на разоблачении Марии останавливаться не собирается. По его словам, сейчас у него в разработке еще пять учителей по всей России, которых он подозревает в ЛГБТ-пропаганде. Юрий Баранюк и Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург. Латвия. Рай для нумизматов. Нацбанк этой страны каждый год выпускает коллекции необычных коллекционных монет. В этом году отчекали совсем необычные деньги. Уникальные не только внешние, но и по техническому исполнению. За что монеты уже стали раритетом из Риги Марии Андреева. Земля. Так называется новая коллекционная монета Банка Латвии. Настоящее произведение искусства. Первая и единственная в мире прозрачная монета. Эта монета символ того, насколько наша планета маленькая в масштабе Вселенной. Но в то же время того, насколько она важна для нас. Автор дизайна монеты архитектор Марти Скалнидж. Основой идеи стала фотография планеты из космоса, изданная в 70-х годах прошлого века. Архитектор придумал использовать для создания монеты прозрачный керамический материал перлукор. Латвийский банк часто использовал для создания монет необычные материалы. Янтарь, камень. Мне хотелось попробовать что-то новое. Перлукор намного прозрачнее и прочнее стекла. Этот материал обычно используется в оптике, в военной промышленности, например. Из него делают броню для стекол. Изготовить эту монету точно по дизайну было непросто. Перлукор способен выдержать большие нагрузки, высокие температуры, но с ним сложно работать. Планета Земля в центре монеты выпуклая, а по краю монета обрамлена серебряным кольцом. Номинал монеты 5 евро. Купить в банке Латвии ее можно за 85 евро. Первый тираж и 2500 экземпляров уже распродан. После Нового года Банк Латвии выпустит вторую партию. Ажиотаж обещает быть огромным. Уже сейчас на ebay монета Земля стоит в два раза дороже. Банк Латвии каждый год выпускает 7 коллекционных юбилейных монет. Ни один центробанк в мире не может похвастаться такой коллекцией. Сейчас к выпуску готовится новая серия в честь столетия Латвии. Три монеты, три золотые сакты. Традиционные латышские народные украшения. Мария Андреева, Алексей Иванов, Рига, Латвия. В Японии уже отметили уход старого года. Провели церемонию передачи власти петуху символу наступающего года. Все происходило на сцене в Осакском замке. Актеры театра Кабуки и организаторы вышли к зрителям с обезьянами на плечах, а затем обменяли их на петухов. В отличие от большинства стран Азии, в Японии Новый год отмечают по Григорианскому календарю, а не как, например, в Китае в январе-феврале. Но зодиакальные символы китайского гороскопа там весьма популярны. И таким запомнится этот день. Спасибо, что остаетесь с нами. Это «Настоящее время». Кристина Суворина. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин